В третий день семинара главы муниципалитетов обсуждали тему ЖКХ на селе. Руководители поселения волновал, пожалуй, один единственный вопрос. Как со следующего года будут бороться с долгостроями? С января 2015 контроль, при этом жесткий, за возводимыми социально значимыми объектами, будет осуществлять центр стройзаказчик. Все станет ясно и прозрачно. Если подрядчик нарушит условия контракта, непременно понесет ответственность. А фиксировать нарушения теперь вправе будут главы муниципалитетов. Фиксацию делаем, отправляем. И если у центра стройзаказчика появляется сомнение, что да, действительно, тут какое-то нарушение, они, естественно, сразу присылают своих специалистов. Помимо прочего, важными полномочиями теперь наделили и инспекцию стройнадзора. Так что в следующем году администрация Нейнского округа все же решила дать последний решающий бой так называемым долгостроям. У нас внесены изменения в их положении. И они теперь не только поднадзорные объекты, которые по городостроительному кодексу положено им осуществлять надзор. Они будут осуществлять надзор за всеми объектами, строящимися, за счет окружных средств. Хотя бы какая-то копеечка есть, они будут также надзор осуществлять. Со сферой ЖКХ главы муниципалитетов разобрались. На очереди сложная экономика. Бюджет Заполярного района уже сформирован и вынесен на обсуждение. А значит, руководителям поселений пора задуматься и о бюджете муниципальных образований. Впрочем, дотации уже сформированы, при этом с учетом положения обновленного окружного 95-го закона. В итоге общий объем дотации на 2015-й – 278 миллионов рублей. Это на 111 миллионов меньше, чем в прошлом году. Финансисты Заполярного района заверили – денег хватит всем. Главное – использовать их грамотно и по назначению. Расходы все по дотации учтены в тех же объемах, по тем же направлениям, что и в прошлом году. За исключением, как я сказала, культуры и физкультуры. Мы считаем, что когда мы проанализировали штатное ваше расписание, считаем, что вам должно быть этих средств достаточно. Кроме того, Нейнский округ дополнительно предусмотрел в бюджете деньги, которые пойдут на выплаты работникам местных администраций в случае, если они попадут или уже попали под сокращением.